Здравствуйте, моя семья, моя интернет-семья, все, кто только что ко мне присоединился. Мне задали вопрос, как омолодить кожу быстро. У меня очень много масок на эту тему. Вот, и сейчас, если, смотря в какое время, например, вот вы написали мне в письме, что у вас кожа очень часто покрывается брысечками мелкими, очень часто нагноение. Дело в том, что чистота – это главная составляющая здоровой, гладкой кожи. Что нужно? Я вам говорю, либо кожа действительно загрязненная, либо кровь тоже, скажем, грубо, да, грязная. То есть в кровь что-то попало, надо чистить кровь. Кровь чистить надо постоянно. Как чистить кровь? У меня есть рецепты. Посмотрите, миллион рецептов. Как я чищу, я постоянно комбинирую, делаю по-разному. Это очень приятно и для крови, и это очень приятно для кожи. Итак, если вы хотите о лице, значит, вы должны и вовнутрь, и снаружи. Сейчас самое эффективное средство на сегодняшний день, скажем так, на летний, осенний период. Очищать лицо можно путем обычного умывания, но чтобы был эффект, используют обычно специально приготовленные лосьоны. У меня есть видео, зайдите на канал, посмотрите, как я готовлю лосьоны. Вот, и один из этих лосьонов вот включим в состав кефир. Берите любой кефир. Но я вам, конечно же, советую кефир брать козий. Вот я использую козий кефир. Вот это козий кефир. И, причем, домашнего приготовления. Все, что в магазинах, это порошок. Порошок еще никому не помог. Что в состав этого порошка входит, никто не знает. Есть ли там вообще и какой процент молочного продукта, тоже никто не знает. Поэтому я никогда не покупаю в магазине ни кефир, ни молоко. Это исключено уже много-много лет. Чтобы вы не говорили, вот я купила кефир, сделала и не получилось. Я вам говорю за домашний кефир. Кефир делать очень легко. Берем любой кефир домашний. Так. Дальше. Это прекрасное средство, которое очистит кожу любого типа. Я беру любого типа. Для того, чтобы очистить ее, нужно смочить ватным тампоном в кефире и тщательно протереть лицо. Это первое. Для жирной кожи лучше использовать кефир, постоявший в теплом месте 2-3 дня. Так как для данного типа кожи лучше подойдет более кислый продукт. Он благотворно повлияет. И даже, кстати, можно использовать и умыться сывороткой. Тоже очень хорошо. Еще для очищения кожи от омертвевших клеток. Я вот сейчас буду делать такую масочку, смесь, скажем так. Беру на основе кефира. Измельчите. Я вот в данный момент беру овсяную крупу. Вот она. Овсяная крупа. Овсяные зерна. Я это зерно измельчу на кофемолке. После этого соединю с кефиром 1 столовая ложка и 1 столовая ложка. Один к одному. Вы можете использовать также рисовую, пшеничную крупу. Измельчите. И даже перловую. И к 1 столовой ложке муки добавьте кефир. И доведите до состояния кашица. Потом добавьте сюда пару капель витамина Е. Я всегда добавляю пару капель витамина Е. И одну таблетку ацетилсалициловой кислоты. Все. Изумительная. Изумительная. Скажем так. Маска-скраб. Массирующими движениями втирайте не только в кожу лица, но и шеи, и декольте. После. И не забывайте за ваши руки, чтобы они блестели у вас. Нужно и сюда втирать тоже обязательно, чтобы были здоровые, красивые ручки ваши. И цвет кожи удивлял приятно. И вот массирующими движениями втираем, 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 но только очень нежно, чтобы не повредить эпидермис. После смываем теплой водичкой. Не забывайте применять кефир и по прямому назначению. Это удивительно полезный кисломолочный продукт. Сейчас я сделаю глоток. Изумительный. Он моментально налаживает работу ЖКТ, желудочно-кишечного тракта. И очень хорошо изнутри влияет на то, чтобы не было прыщей, шелушения, покраснения на лице. А, кстати, вместе с ним и уходят лишние килограммы. Делайте разгрузочные дни на кефире. Великолепная диета. Но не более одного-двух дней. А лучше всего один разгрузочный день. Он всегда будет полезен. Особенно после воскресенья, после обычной же воскресной обеды с родственниками, с друзьями или семейные. Поэтому в понедельник очень хорошо делать разгрузочный день. Вы знаете, не кушайте после 6-7 часов вечера. Почему нельзя кушать? Почему это связано с лицом? Я сейчас объясню. Вот смотрите. По профессору Неумывакину я объясню. Потому что для меня приоритет доктор Он. С большой буквы. Что он говорит? Что желудок, как главный директор, держит пищу 2 часа. А поджелудочная железа после 21, после 9 часов вечера, должна прекратить работать. Она должна отдыхать. Так он говорит. Почему она должна отдыхать? Потому что она отработала, и дальше она эстафету передает, как он говорит, мелатонину. Эстафета переходит в мелатонин. То есть это гормон роста. Всем известно, что с 11 часов до 3 ночи, до 4 дети растут. Именно в этот период, когда уже отдыхает поджелудочная. Но вовсю работает вот этот гормон роста. Вместе с ним другие гормоны. Эндокринная система. Она – это ее время. Поэтому вы должны в этот момент не кушать, не пить, не сидеть. Вы в этот момент должны спать. Просто спать. Потому что именно во сне это все функционирует так, как должно быть. Еще. Значит, раз желудок у нас работает 2 часа, после 21 часа нужно... Поджелудочная железа, она должна прекратить после 21 часа работу. Отдыхать должна. Перестать вырабатывать инсулин. Потому что вот именно инсулин она вырабатывает. После 21 часа нежелательно. И не то, что нежелательно, а вообще нельзя. Поэтому питание у нас последнее получается. В 6, в 7, ну максимум в 8 часов вечера. Все. И все. Желательно в 7 часов или 8 выпить именно кефирчик. Он, во-первых, уже кисленький. А кисломолочные бактерии, они переработали уже все, что нужно переработать. И уже в таком хорошем, удобном виде попадает в наш кишечник. Благодаря этому чистая кожа, чистая кровь. И вместе с этим уходит лишний килограмм. Второй вопрос был. Вопрос был такой про ожирение. Про ожирение. Почему? Вот почему быть полным, вы говорите, плохо. Я не говорю, что плохо быть полным. Я говорю, что это невыгодно. Вот невыгодно быть полным. Это я вам точно говорю. Потому что я сама была полная. Когда я родила ребеночка, я поправилась на 20 килограмм. На 20. Вы себе можете представить? Я знаю, что это такое. У меня тут же появилось варикозное расширение вето. У меня увеличились вены. Я такого никогда не видела. Понимаете? И у меня пошло сразу очень много болезней. Конечно, в течение месяца я смогла. Месяц, полтора, ну максимум два я эти 20 килограмм просто из себя удалила. Почему невыгодно это? Потому что при избыточном весе у женщин наблюдается переизбыток эстрогенов. Это приводит к проблемам даже с менструальным циклом и зачатием. Вот почему полные, очень полные женщины, они очень часто бывают, им ставят такой как бы диагноз, но никогда не провозглашайте его. Никогда. Потому что вы похудеете и все будет в порядке. Слегка сбросите вес и все пойдет нормально. Вот это первое. А у мужчин происходит снижение половой активности и подвижности сперматозоидов. Та же самая история. И потом люди не могут понять, а почему вот. Дальше. Проблемы с дыханием. Лишний жир на животе, он давит на диафрагму. Из-за этого объем легких снижается. И результатом является пневмония, частые бронхиты. Вот многие думают, а что? Я вроде не простыла, вроде сидела дома. Вроде, ну откуда у меня вот это? Наверное, аллергия. Очень часто полные женщины, часто болеющие кашлем, бронхитами там, они это все списывают на аллергию. А на самом деле это результат того, что диафрагма, вот лишний жир на животе, он давит на диафрагму. Вот поэтому и тяжело дышать. Из-за этого объем легких снижается. А если он постоянно снижается, результат, конечно же, пневмония, бронхиты частые. Дальше. Вот все, вот правильно говорит профессор Неумывакин. Он такая умница. Он говорит, не существует болезней. Не существует. Их нет. Их нет. Нужно искать причину, причину. Вот лишний вес – это причина очень многих болезней. Очень многих. Я покопалась. Я знаю, почему это нам не выгодно. А еще снижение быстроты реакции, остроты мыслительных процессов, снижение способности к анализу и синтезу. Если, ну, скажем так, правительство, ну, или там, кто работает, скажем, в управлении всей страной, полный человек. Понимаете, у него идет снижение к анализу. Это же видно. И остроты мыслительных процессов тоже не наблюдается. Вот важно держать себя в форме. Если вы посмотрите на парламент Швейцарии, если вы посмотрите на нидерландских мыслителей и так далее, вы увидите, они все в форме. Они все в такой форме. А посмотрите на палату лордов и палату общин в Великой Британии. Да, они все как с подиума сошли. А посмотрите на саму королеву Великой Британии. Посмотрите, она всегда в форме. Всегда в форме. В идеальной форме. А ведь женщине уже практически сто лет. И она леди, на нее посмотришь, она истинная леди. Как она мыслит, острота, реакция какая у нее, анализ. Вот из-за этого всего, глядя и ставя на весы, я выписала эти варианты. Почему? Ожирение невыгодно. А еще, а еще дистрофия печени. Страшная вещь. Вследствие систематического переедания печень переполняется гликогеном. Вот есть так. И вот гликоген, а все ее клетки становятся заполнены жирами. Вы слышали такое ожирение печени? Страшная вещь. Опять, болезни нет такой. Болезни нет. Какой умница Господь Бог. Он сказал, чревоугодие. Не занимайтесь чревоугодием. Это грешно. Это грешно. Чревоугодники не попадут туда, куда мы стремимся, чтобы пройти вот это. Нам же нужно уметь мыслить, анализировать. Нам нужно показать, что мы дочери царя царей. Дальше. Почему невыгодно быть все-таки, страдать ожирением? Почему невыгодно быть полным? Потому что онкологические заболевания у мужчин повышается риск заболевания раком толстой кишки и предстательной железы. Вот почему я рассказываю про предстательную железу. Как бороться? Чем бороться? Что можно кушать, что нельзя? У женщин желчного пузыря, матки и молочных желез. Вот так вот. Дальше. Еще ожирение к чему приводит? Это нарушение скелетно-мышечной системы. Ну давится же все. Лишние килограммы в тень, они что, являются дополнительной нагрузкой, правильно, на суставы? Лишние 10 кило я ношу или 20 кило. Представьте, я, допустим, вешу вот сейчас, ну там, допустим, 65-68 килограмм. И тут я кладу в сумки себе, в одну сумку 10 и во вторую. И хожу с этим все время. И хожу с этим все время. Что у меня будет? Да 100% варикоз будет. 100%. Вот. Тут даже и гадать не надо. И вот больше всего страдают, конечно, суставы ног. И говорят, вот у меня суставы болят, у меня ноги болят, у полных людей часто. Они быстрее изнашиваются, суставы. А хрящи, которые покрывают суставные поверхности, они быстрее стираются. И в результате что? Воспаляются и отекают. Вот вызывая боли. И вы потом, и вы приходите к врачу, а врач даже может просто посмотреть на вас и сказать, так, это атеросклероз, то-то-то-то-то-то и так далее. Потому что понимает, все видит, что давит на нижние отделы позвоночника, лишний вес. И из-за давления спинномозговых вывод, эти нервы, они пережимаются. И как следствие человек ощущает вот эти сильные боли в спине. А вы попробуйте, сбросьте лишний килограмм. Следующее. Вот я смотрю очень много писем по поводу сахарного диабета. Вы знаете, я хочу вам повторить, что ожирение это невыгодно. Сахарный диабет второго типа у больных ожирением встречается 8 раз чаще, чем у худых людей. 8 раз задумайтесь чаще. Опять-таки, невыгодно быть полным. Поэтому я всегда, а вы знаете, девочки, что после 30, после 25, от воды можно поправиться. От воды. Но это не значит, что нельзя ничего есть. Нужно есть, необходимо есть. Но необходимо есть правильно. Питаться правильно. Об этом, об этом у меня все видео почти. Потому что, потому что я надеюсь, жены моих детей и внуки мои, и они будут это слышать, и они будут это знать, они будут опасаться. Они будут не хотеть, не хотеть иметь вот эти заболевания просто из-за простой такой причины. Чревоугодие. Я не могу сказать, что человек полный из-за того, что у него генетика такая. Нет, у меня мама полная была. Я вам хочу сказать, не генетически. Нет, человек полный из-за чревоугодия. Следующее, почему мне не выгодно, я не хочу, мне не нужно быть полным. Потому что сердечно-сосудистые заболевания, к ним относятся главным образом атеросклероз, гипертония, стенокардия, ишемическая болезнь сердца, сердечная недостаточность, инфаркт миокарда, наконец-то, инсульт. Вот известно, что люди, страдающие от ожирения, они подвержены вот именно этим болезням. Причем в 2-3 раза больше, чем люди с нормальным для них весом. Нормальный вес – это не значит худой. Нормальный вес – это значит в теле, в нормальном теле, в здоровом теле, здоровый дух. Ну вот я ответила на несколько вопросов сразу, я так объединила, потому что девчоночки мне тут уже понаписывали вопросы. И я ответила сразу, чтобы как бы поставить точку на том, что у меня всегда будет на канале темы, как правильно питаться, что лучше кушать, где какие витамины, из каких овощей, фруктов и других продуктов мы можем взять, каких нужно избегать продуктов, опасаться, какие очень вредные, какие категорически нельзя есть. И вот в этом русле будем дальше работать, потому что чем больше здоровых людей станет, чем меньше чревоугодников, тем приятнее будет Господу Богу смотреть на своих детей и радоваться, что такие у него красивые, замечательные дети. А я вас всех люблю, будьте благословенны, вы и ваши близкие. Пока-пока.